К другим темам. Когда в России введут отдельное административное право и суд? И каковы будут последствия такой реформы? Это главные вопросы международной юридической конференции, которая проходит в Новосибирске. В тонкости темы вникал Константин Клещин. Юристы в томительном ожидании новых законов о взаимоотношениях человека и государства, а также отдельной судебной инстанции. Все это описывает пока малопонятный термин административное право. На Западе и даже в некоторых странах Востока подобные законы существуют. В той же Германии пятая часть судебных дел приходится на столкновение человека и государства. Пример – недавний массовый наплыв беженцев. Ведомство принимает решения по предоставлению убежища. И достаточно много случаев, в которых отказано. Потому что нет причин для предоставления убежища. Но чтобы остаться, конечно, люди оспаривают. Это соответствующие акты на данный момент для административной подсудности. Скорее всего, в процентном соотношении самая большая область. Для современной России эта сфера законодательства в новинку. Еще свежосоветская традиция. Ее описывали так. Административного права в СССР нет, так как нашему человеку с государством спорить не о чем. Но сейчас многие страны бывшего Союза уже приняли соответствующие законы. Например, Киргизия. И юристы считают, что это благо. Ведь хотя закон и сохраняет примат государства в спорах, но и на него наложены обязательства. Бичкек глав архитектуры или регистрационный орган, или, скажем, государственное агентство по архитектуре и строительству применяли совершенно разные сроки рассмотрения, процедуры рассмотрения. Сейчас, после принятия этого закона, все подзаконы нормативно-правовые акты, они сейчас, согласно этому закону, поставлены одинаковые, короткие сроки. Впрочем, у тех, кто принял административное право, совсем гладкой жизнь назвать нельзя. Мешают старые практики и привычки. На постсоветском пространстве ситуация переходного периода, говорят эксперты Сибирского университета потребительской кооперации. На его базе и проходила международная научная конференция, так как считается, что именно в этом вузе преуспели в осмыслении иностранного и отечественного опыта. Юридический факультет один из старейших в Новосибирске, ему около 20 лет, и наше обучение ориентировано на подготовку профессионалов, носит практико-ориентированный подход. У нас профессиональный профессорский преподательский состав и высокие требования к обучению студентам и преподавателям. Лучшая форма освоить материал для студентов, решение научных задач наравне с преподавателями. Поэтому молодежь на конференцию пригласили. Так налаживается и международное сотрудничество. Что позволит в целом укреплять такое содружество, направленное на решение таких общих вопросов подготовки кадров, возможной такой мобильности наших студентов и специалистов. Сейчас задача студентов с молодых ногтей впитать передовой опыт использования законов, которых в России еще только ждут. Константин Клещин, Алексей Зубила, Новости ОТС.